привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал светлана райна дача сегодня мы с вами готовим замечательные домашние щи и сквашеной капусты у меня уже сварился бульончик а это вот здесь мясо куриное я уже вытащила подготовила картофель нарезала кубиками квашеную капусту поджарочка у меня уже жарится для поджарки я добавила вот сюда ложку томата и немного сахара и сейчас я вам все покажу наш замечательный куриный бульон у меня щи на курином бульоне это очень вкусно прекрасно и я вот закидываю мелко порезанный картофель и сейчас пока картофель у нас варится ни в коем случае пока картофель не сварится не бросайте туда капусту если вы так сделаете картофель у вас будет очень жесткий и не сварится и чаш наш картофель будет вариться а мы тем самым будем делать поджарку дорогие друзья вот здесь у меня лучок и морковочка они уже практически обжарились обжарилась на топленом сале потому что щи на простом масле растительном это не щи вот и теперь вот это вот можно конечно и томатики свои добавить но я решила вот томат пасту добавить и вот добавляем томат пасту но обязательно сахара надо добавить немного чтобы наш цвет у наших щей получился очень-очень красивый так и вот сейчас вот так хорошенечко мы делаем все перемешаем вот и пусть это у нас на очень медленном огне расходится весь томат вот а мы тем временем измельчим наше мясо освободим его от костей удалим все что не надо мелко его порежем и приготовим для нашего супчика и пока картофель варится мы займемся этим вот картофель варится и готовится поджарка друзья мои пока наша картошечка варится я уже измельчила мясо вот столько получилось и вот здесь капустка у нас капустка у меня своя домашняя очень вкусная хрустящая с морковочкой и несмотря на то что здесь содержится морковь в квашеной капусте я все-таки одну морковь где нет здесь даже две морковки небольших вот таких и большая луковица была у меня в поджарке а вот поджарка уже готова и теперь мы ждем когда наша картошка станет мягкой тогда мы будем запускать капусту почему нельзя раньше да потому что картошка будет твердой невкусной весь аромат картошки исчезнет запомните это еще одно очень важное замечание хотела сказать когда вы варите бульон вот положили в кипящую воду я кладу всегда курицу или мясо и сначала я не солю а только потом когда уже мясо практически готово я подсаливаю вот и обязательно в кладу при варке мясо специи это перец душистый горошком несколько штук штуки 3 перец черный горький горошин 5 обязательно и большую луковицу разрезанную на 4 части чтобы бульон был очень хорошего вкуса тогда бульон получается такой прозрачный красивый вкусный и очень ароматный и наваристый и тогда уже в этот бульон можно опускать все ингредиенты вот это я вам хотела напомнить ждем когда опять же наш картофель сварится друзья мои наша картошечка уже готова и теперь я выкладываю нашу капусту капусточку мы выложили и теперь пусть она закипит поварится немного и потом будем закладывать мясо и поджарку ну вот друзья наш супчик закипел капустка наша закипела она очень мелко порезана и мы выкладываем наше мясо и поджарку все вместе и ставим на очень медленный огонь и пусть у нас супчик наваривается сейчас мы опустим туда незадолго до окончания варки рам лавровый листик вот и зелень положим но не сейчас попозже маленько друзья мои посмотрите какая вкуснота какая красота все таки щи это душа наша вот кладем 1 лавровый листик и знаете я немножко захотела чуть-чуть перца чили но немножко для остроты посмотрите какой он густой наваристый ой какая вкуснятина а зелень я буду класть уже непосредственно каждому в тарелочку наши щи готовы и теперь нам только осталось выключить плиту если они еще немного потомятся они будут еще вкуснее дорогие друзья и еще я забыла положить толченый чесночок сейчас мы это сделаем ну вот друзья мои добавляю я наш чесночок это так ароматно стрелочки зеленые тоже порезала чесночка это же такие витамины ой какая вкуснятина какой супчик картошечка мягкая капуста почти вся растворилась июня не 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 видно ой не удержусь попробую вкуснятина настоящий домашний щи это так вкусно дорогие друзья наши щи готовы сейчас мы нальем в тарелочку и будем пробовать друзья мои посмотрите это просто шедевр какая вкуснятина ой как же это вкусно ну какой дом без щей дом без щей это не дом а не знаю что что это такое дома должна быть должны быть и щей и стрепня а это настоящий дом вот налили так и сейчас будем пробовать друзья мои наши ароматные щи готовы и сейчас мы их будем пробовать я уже положила как и видите замечательную густой сметанки вот это так вкусно язык можно проглотить очень вкусно очень вкусно дорогие друзья дорогие друзья если вам понравилось моё видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях как вы готовите щи мне очень будет интересно ведь все готовят по-разному на этой нотке всем пока пока до скорых встреч до конца Субтитры создавал DimaTorzok